В Национальный парк было выделено дополнительное финансирование на привлечение спецтехники и охрану около 3 миллионов рублей. Это значит привлечение лесопожарных машин, сегаходов и комплектация, и стопроцентная комплектация двух пожарных химических станций в обоих лесничествах, это Челнынского и Лавровского. Таким образом, в 2012 году у нас не было допущено ни одного лесного пожара, погода нам помогла маленькая, и службы сработали качественно. В ходе ежедневно патрулированной территории нацпарка оперативно группами из силы государства инспекторов в Национальном парке имеется у нас три патрульных группы численностью 9 человек. В рамках лесозащитных мероприятий ошлен уход и создание новых мезонных полос, общей протяженностью 1200 километров. В лесных массивах и на полных лугах выставлено 247 ашлагов и доли 150 шлагбаумов. В плане биотехнических мероприятий ведется зимняя подкорбка парнокопытных с зерноотходами и вениками на кормушку и постоянную кладку соль. С конца декабря на наиболее посещаемых горожанных участках развешиваются кормушки для птиц. Деяются ко всероссийским и республиканским акциям, например, таким как уроки чистоты, сохраним лес от пожаров. По итогам 2012 года в различных предохранных акциях, региональных конкурсах, лексиях, тематических занятиях и выставках, проводимых Национальным парком Нижнекама, приняло участие более 18 тысяч человек. Здесь стоит поблагодарить за оказанное содействие в реализации экологических проектов управления образованием Лабушского и Челнинского района. В 2012 году в лесах Национального парка произошло 26 эконистантов с участием 284 школьников, молодежной и общественной организации. Постепенно эти акции превращаются в семантическую волонтерскую помощь. Хотя наиболее активно в плане помощи Национального парка выступает Челнинское общественное движение, в частности, мусора больше нет. Которые проводят экодесанты не только на Челнинском районе, а также на Елабушке, так и в Елабушском районе. Опыт их интересен, поскольку они применяют раздельный сбор и утилизацию мусора. В селях популяризации и знаний о Национальном парке работает сайт Нижнекама. Ведется сайт Ассоциации Национального парков Приволжского федерального округа. Самые интересные материалы размещаются в социальных сетях. Также мы благодарим за активную позицию в освещении деятельности Национального парка, службы новостей и печатных изданий Елабуги и Елабушского района. В целом в 2012 году было проведено 46 экскурсий по экологическим тропам из позиций Музея природы. Также в учебном классе Музея природы проведено 128 тематических занятий для детей младшего школьного возраста в мире животных. На одной территории парка в 2012 году прошло 15 палаточных лагерей. Также хочется отметить творческие потенциалы наших сотрудников. К примеру, в конце прошлого года наш научный сотрудник Жуков Дмитрий Викторович стал победителем всероссийского фотоконкурса «Дикой природы России», проводившегося Русским географическим обществом. Приз Дмитрию вручал президент русского герцесса Сергей Шойгу. Средняя заработная плата работников в 2012 году составила 15 тысяч рублей. В 2012 году нами было получено согласование со стороны Минприроды России на проект велосипедной экологической тропы. В этом году запланировано финансирование на реализацию данного проекта, хотя не в полном объеме, а от смертной стоимости. Стоит отметить, что в 2012 году все мероприятия направлены на создание новых и благоустройств имеющихся экологических троп и маршрутов по национальным паркам. За поведением необходимо проходить согласование с Минприродой России. Представляем на рассмотрение проект маршрута с полным решением оформления и размещения объектов. В нами в 2012 году была продолжена работа по оформлению экологической тропы имени Олентьева в Танайском лесу. К сожалению, первые информационные крашеные баннеры уже пострадали от струк мандалов. К началу осени планируем оформить данную тропу окончательно. В год охраны окружающей среды хочется, чтобы наша работа нашла опыт среди населения, чтобы наши помощники национального парка было больше в решении наших 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 вопросов. И предлагаю, как круглый стол, в таком формате пообщаться. Не против? Значит, у нас в волонтерском лесене, будем говорить, по той стороне. Значит, общество рыболовов, значит, мусора больше нет. Даже врачи, детский врач, вот вы говорите, да, даже вот такие люди, как детский врач, главный детский врач, организовал группу, свою группу. И, значит, собирается, выходит на эко-десант, мы, значит, представляем автобус, транспорт представляем, они занимаются утилизацией мусора. То есть, они вывозят его и сортируют еще, и сдают, на это покупают пакеты сами, деньги делают, как бы, по той стороне. И по этой стороне, значит, было у нас одно движение волонтерское. У нас здесь все-таки больше школьники откликаются, но вот те, кто 17 лет работы постоянно, вот есть, которые школа, директора, учителя, вот у них уже там третий, как сказать, выпуск, и вот ребятишка привлекает. Ну, и есть школа, у которых позиция действительно, что вот родители никакую и так далее. В этом году была попытка, значит, действительно с волонтерами, поскольку здесь было на базе вот детского здравительного лагеря слет, даже получился как международное участие. Но у них, поскольку программа была вот достаточно расписана, то есть они на час вышли, они нам помогали ставить, ну, природоохранные щиты на красной горке. Но здесь вот пока, как бы, и студенты нам здесь помогают, это вот сейчас, мы им все до сих пор называем ЕГПУ, это сейчас филиал КФУ, но с биологического факультета. А другие факультеты все-таки как-то, ну, считают, что это, вот, охранять придут не совсем. Хотя помощь можно, вот, эти экодесанты можно проводить круглогодично, потому что население и Елавужское, и Челнинское все в лес выезжают, выходит. В общем, у нас, ну, в принципе, мусор-бичи не только у нас, у всех 157, у УПТ федеральных в России вот такая проблема. Потому что и на совещаниях, которые мне дают соврать люди, как? Потому что финансирование именно на вывоз мусор, на организацию его сбора, финансирование от государства нет. Оно не предусматривается бюджетом. Получается, значит, мы сначала должны выйти на спонсоров, выпросить деньги на полиэтиленовый пакет, на разовые перчатки. Плюс, значит, идут затраты ГСМ. Сейчас встанет в этом году вопрос вывоз этого мусора. Насколько я поняла, да, местный полигон, все. А вывозить этот мусор, который, в принципе, не надо. Что все? Ну, по-моему, вот, малореческий полигон, по-моему, он закрывается. И теперь нам куда вот возить, мы не знаем. Будет? Будет? Такого же не бывает. Ну, и нам тогда уж раз вот тут попросить какую-нибудь минимальную, потому что за вывоз мусора мы платим. Хотя это мусор не нас, это не шишки, не твоя. По-моему, я правильно. Это да, но это же все в силах муниципалитета, потому что это было, это же не собственность. Получается, люди, значит, у нас пока оплаты за въезд в лес ни на святой ключ, ни на экотропы. Только если экскурсистелево проводим, только тогда денежку берем. То есть у нас посещение бесплатное. Тем не менее, люди умудряются, значит, оставить после себя вот весь этот хлам. Бывает, что даже строительный мусор вывозят. Не хотят, вот потому что в городе они не хотят контейнеры приобретать, договора заключать. И получается, мусор не наш, объемы большие. То есть мы волонтеров привлекаем, тоже не совсем так. Мы им, значит, сувениры даем, чаем обязательно с пряниками напоим. Ну вот, хорошо, вот когда пищекомбинат поможет с пряниками, когда если мы продакшн. А так все остальное получается, я всегда говорю, я лучше бы на эти деньги напечатала какую-то полиграфическую интересную продукцию. Олесе Парка, там, набор открытки, их раздавала за конкурсы. А получается, эта вот часть денег, также получаемая от спонсора, уходит, ну, грубо говоря, в мусор. Ну, есть один положительный момент, наверное, все скажут, да, это воспитательная работа с молодежью. Со взрослыми, конечно, вот в этот год хотим попробовать. Я знаю, что вот ветеранские советы сейчас, вот ЕЛАБ, есть на лыж за кого-то зацепиться, директора эти занятые. Есть правкома, профсоюзное предприятие. Хотим попробовать вот так, попробовать вытащить на уборку территорий взрослого населения. Тем более, что опыт у нас в 2011 году есть. Когда мы открывали памятник лесоводам Елабужского района до военной поры, тогда вот и партия Единой России присоединилась. И тогда, в общем-то, я в лесу увидела и взрослое население, и воспитатели, и учителя. По-моему, вот, я уже спрашивала, я говорю, женщина, да откуда, да откуда. Лишь, мы убирались. То есть это был административный, будем сказать, шагов на рычаг районный? По-моему, по-моему, по этому мусору тоже поможет. Вот, кого выпер мусора, значит, 500 рублей сейчас стоит, кубометр. А это, кого это мусор, это что такое? Когда это пластик, все это объемные вещи? Объемные вещи, это очень дорого. На эту цель у нас деньги не запланированы. Мы решаемый вопрос. Ну, это не только эта сторона, это и та сторона. У нас больше, как бы, будем считать, та сторона. У нас там население 500, 220 тысяч населения, 600 тысяч населения. Та сторона, я просто очень не знаю. У нас, дело в том, территория парка, она на правобережье, Гелабужский муниципальный район, и та сторона, это Тукаевский муниципальный район. Велосипедная экологическая тропия, что она из себя будет представить? Просто мне для кругозорка. Кольцевая, по-моему, там. Откуда до куда? Ну, с территории Петольника, где будет вези-центр, это седьмой класс у Малого Гора. То есть, в основе его Малого Гора ограничен свой участок, площадью 1100 гектар. Там есть старая Екатерининская дорога, то есть, там прокладок очень много. В состав войдет та пешая экологическая тропа, это грунтурка, плюсу тоже ничего не надо. Но она вот закольцованная, проходит через Святой Ключ. С нашей стороны оформление и плюс исторические какие-то данные информации. Там потому что есть информация и связанная с Иваном Ивановичем Шишкиным. Есть информация, связанная с военнопленными японцами, которые после войны здесь, будучи пленными, возили лес с Нового Гора. То есть, вот эти вещи. Есть, конечно, природовеческая составляющая. С нашей стороны это оформление Малого Арктиктуровой Толумы. И по минимуму, ну как минимум, вернее, она это самая затратная часть. Хотя, вот, минимум. Дело в том, что часть тропы пройдет вдоль Сарфинового Волота, а территория подтапливая. А там, вот, все-таки, надо что-то думать. Это почему-то дорогостоящая часть проекта. Уплотнять чуть-чуть поднимать, соответственно, да. Спортирование там. Ну, вообще, да, предполагается, спортирная дорожка или все-таки такая грунтовая? Не полностью. Там грунтовая не получится, потому что она постоянно подтапливается. Нет, не в этом конкретном участке, а в целом. В целом, вот, оно, большая часть грунтовая за счет лесных дорог, но он очень прохладен. Там, значит, у нас есть существующие дороги, которые, как в Казахстане, на старых лужников, где где-то у нас возле двух километров, там, который на... Аспортированность, аспортированность, потом выложена с ебнем часть дороги. Общая протяженность где-то 11-900 у нас получается. Там, вот, малый круг, он где-то километров на 6-8. И можно опустить, если будет денежка в дальнейшем, какая-то прибыль от нее пойдет, через луга пропустить, она уже только 10 километров. Но она действительно не спортивная, а именно проблемная, что если ты уставил, с петцом вылезешь и идешь, читаешь больше... Вот у нас предлагают, у нас свои фотографы, как вы поняли, и вот за счет их картинок хотим еще делать такие, типа, постер, чтобы человек мог сфотографироваться на фоне там какой-то... Орлан Белохоста на фоне лесы, еще что-то еще. Она больше познавательная. В этом году вы хотите ее завершить, да? Ой, мы еще не начинали. Там, что вообще очень интересно и здорово в жизни, я думаю, желающих, наверное, в Елавге много. Вообще знают они об этом? Знают, мы уже год назад до объявили, славься из дома. Что все, да? Ну вот я тоже думаю, да. Сейчас очень популяризируется. Мы уже проходили экспертизу, там экспертиза, где-то огромное, проходили экспертизу, нашли, финансирование, выделили нам. Походили, видим, на них будет. Плюс это, где-то приезжают за акцию. Ну, это зависит. А вы хотите уже начинать это мероприятие, какие-нибудь финансовые, за акционы? У нас завтра первый соблайн, где мы будем обсуждать, какие виды все-таки малых культурных форм, определяемся с размерами, определяемся, кто ответственный за создание вот этой информации. Потом, соответственно, будем скачать, кто возьмется за дизайн байнера, кто возьмется за изготовление этих мапов. Но это большая работа, да. Очень интересно, конечно. У нас даже 10 велосипедов есть уже. Мы парюруем, вот, например, стоит. До 100 рублей в час где-то будет. Часть 100 рублей? Да, от 50 до 100 рублей в час будет. Это совсем мало, потому что на снежке 200 рублей. Уже. Там челны. Ну, поэтому туда и никто не хочет. Мы будем дополнительную снижать. Мы будем в апрель, в апрель, в апрель, в апрель, в апрель, в сентябрь, а в октябрь. Ну, какое будет лето? И как будет финансирование? Сюда ведь это финансирование? И как будет, телекса, мы себе покажем. Ну, вот, одну из задач, мы сейчас уже рассмотрели, да, это то, чтобы показать людям, что есть природа, есть животное. Вторая и немаловажная часть задачи, это сохранить и природу, и все остальное животных. Вы тоже какие-то мероприятия в этом плане делаете, наверное, да, что-то у нас? Побить технику. Вообще в целом об охране? Да, животного мира. Занимаетесь вы этим? Ну, у нас, во-первых, научное исследование, вот то, что это как бы первая стадия инвентаризации, то, что ползает, что летает, что растет. Постоянно в списке, значит, рядового разнообразия, они повышаются. Есть прикладные вещи, мониторинговые. То есть там следуем участки на рекреационное у нас здесь, хотя он цветой ключ уже, в принципе, у него такая уже крайняя стадия все-таки, уже, может быть, даже ограничить. Ну, думаю, все-таки разработать проект, ну, пусть люди ходят, но ограничить заезд маршрута, потому что уже. Вот, еще одна программа не сидит, подстрелянный ястреб-целерядник. Вот. Ну, вот, следующая стадия, это вот действительно то, что есть, сохранять, сохранять. Помимо того, что сам национальный парк, это все-таки функциональное зонирование, это изопроведование. У нас охота на территорию запрещена, и на лугах, и в лесу, и мы вот категорически против, потому что, согласно данным зимних маршрутных учетов, численность достаточно низкая. Ну, может быть, то, что и все-таки население региона почти миллион, и плюс то, что вот эта кластерность, она не дает возможности перехода животным в более укромные места. Биотехнические мероприятия, ну, сказал, зимний маршрутный учет, вот картинки, вот то бобров спасаем, то орлов спасаем. А гаражный муравейник, кстати, тоже биотехническое мероприятие. Что еще? Учет тоже есть какой-то? Муравейников? Муравейники не считали, а вот зимний маршрутный учет крупных животных, это есть. И зачисление численности, по-моему, на тысячу гектар. Поэтому даже можно бальнетет лесов определить, он мне как-то не очень высокий. Ну, это редко такое, вот. Ну, я не знаю, вот стоит ли об этом говорить. Дело в том, что вот в этом году мы, то есть сейчас часть населения все богаче и богаче, и уже есть и две, и три машины, и покупать снегоход. Причем снегоход по закону проблем вставал у нас несколько лет назад по всей России. Во-первых, эти снегоходы, которые, например, в Малом Бару, причем они как будто люди вообще не работают, они круглые недели там разъезжают по лесу. Если машина, она может хотя бы проехать там, где дорога, то снегоход, он везде проходим. Они нам распугивают животных. Та же история в Большом Бару. Этих снегоходов миллион. Это Елавужский и Челнинский, они, наверное, уже тысячи в наших лесах. И наши лесники, да, у которых элементарно там одна Нива на троих, и то это опергруппа, он, допустим, один, будучи на своем обходе, не может с ними бороться и так далее. Причем большинство снегоходов нет так называемых, по-моему, в Ростехнобзоре, они даже не стоят на учете. Это вообще непонятно, что за люди. И у нас, как бы, проблема, нам нужна помощь, наверное, да, со стороны, как правильно сказать, МВД, да, МВД, да, МВД, да. Нам, вот как-то это, ну, мы до Нового года выходили с письмом, когда вот только снег выпал, и уже были слышны выстрелы в Большом Бару. У милиции, по-моему, тоже большой объем работ. Нам бы вот это, как бы, чтобы нас на контакт вывели, и вот эти совместные патрулировали, в том числе и на специально вот это вот, как, грубо говоря, отлов этих снегоходов. То есть вы обращались уже к местным? У нас был, значит, это вопрос в ноябре, письмо по целаре, но это когда вот только начинается браконьерство. А сейчас стала другая проблема, у нас полный лес снегоходов. Это говорили, да, в этой проблеме? Про снегоходы, в этом моменте. Писали, писали на нем начальника. Не, не, про снегоходы. Про браконьеров понятно, про снегохода нет? Про снегоход писали нет вообще. Это как бы новый у вас, да, вот это? Ну, нам участковые же закрепили, как бы, да, по лесу? Выделяли, где он проезжает. Объем работы у них большой не было. Раньше было активнее, участковые по лесу как бы. И же сократили много, сейчас ниже большая организация идет, поэтому работа, видимо, совершает. Ну, по целости нам помогает, хорошо у нас участковые. Ну, то есть, ну, может быть, Ростехнадзор, людей службы, может быть, их с собой на патрулирую. То есть, например, это их объект, вот, кто ездит. Чтобы воскресенье, как бы, считается, день покоя животных, а у нас получается, может, снегоходы. Беспокойство, да. Уже с удовольствием гонки. Ну, вот везде проблемы стоят, потому что снегоходы реализуются, а для них специальных маршрутов, там, я не знаю, гоночных полей нет. Есть регионы в России, которые на платной основе делают этот 60-70 километровый маршрут, а у нас его и сделать негде, а снегоходы все ревизуются и все к нам в лес. Ну, может быть, вам интересно сделать так же, как и велодорожку, так же, как и снеговую дорогу. А по закону не положено, по федеральному закону БУПТ, заезд автомототранспорта, в котором относится снегоход, на территорию парка запрещен. Цель хоккан приводит. Это же, может быть, шум, как и торгует, что вы ездите. И поэтому, когда мы делаем это в полковночной площадке, то есть, все-таки, там, лоси, косули, кабаны, они как-то привыкают, кушать-то хочется, и вдруг вот эти снегоходы начинают метаться. То есть, запретить, как его, запретить-то его, как запретишь, его поймать-то мы не можем, то же запретить. Ну, хотя бы, вот, какие-то совместные рейды нужно было. Я пару слов скажу тоже немножко. Знаете, мне все предполагалось сегодня, собираем в каком плане? Настолько мудрое ваше руководство, что те итоги, что подвести, потому что, смотрю, я все, что я не очень взрослая, и все, все, и поучаствую, и внимательность в случае нашего конъектора. То есть, как научно-познавательную лекцию. Вот это хотелось, конечно, слышать больше от вас, потому что работаете вы больше не. Поверьте мне, и вот тезис, как вам работаете, как обычно отвечаете, руководитель сказал хорошо, уже не актуально, поверьте. Те проблемы, которые встречаются, вы сегодня даже зам, по научной работе сказала, о снегоходах. Вы встречаетесь с этими охотниками. У кого снегоходы? Поверьте мне, у простого работяги их нет. Их нет, понимаете. Я так задерживаюсь по нескольку раз. Куда вы обращались? Почему меры не принимаются? Видите в основе коррупционных составляющих. Вот о чем надо говорить. Коллеги мои, о тех проблемах, которые существуют в работе. Вы же работаете на голом энтузиазме. Я слушаю в этой зарплате, поверьте мне. Ну ладно, у нас женщина придет 12 тысяч. А мужику содержи семью на 12 тысяч. Ну я знаю там, ну где-то жизнь оставляет крутиться. О чем мы себе молчим-то, да? Такое впечатление, что мы сегодня его послушали на научно-познавательскую лекцию. Познавательную лекцию. Не ваше предложение. Лучше, чем вы. В вашу работу нельзя иди, кто не я, не Роман Ильич. Вы должны нас подпитывать этим, чтобы мы решали вопрос. Причем думаете, вы приехали сюда посидеть, как почетные представители? Так грош нам цена. Вы все, вот, нет, и даже старше меня здесь сидят. Ну чего вы молчите-то? Как на старом партийном собрании. А добрям провелосовали, разошлись. День прошел, и ладно. Ну чего вы сами себе глаза-то затуманиваете? Я просто, честно, желаю вам успехов. Я вижу, что коллектив очень хороший, и руководство взяло правильную стратегию в этой работе. Понимаете, нет? Удачи вам, потому что, я говорю, у таких энтузиастов надо не будет держаться наша Матушка Россия и наша Татарстана. Поэтому удачи. Ну и не сняйтесь, подпитывайтесь тоже. Давайте информацию. Не бойтесь за то, что вы нам дадите информацию о том, что как лучше улучшить работу. Качество работы, эффективность работы. Ваш начальник с ним у вас время не будет лишать. Мы не проверяющие. Поэтому, раз сегодня у нас повестка дня отсчет за 12-й год, так давайте его подводить. Ну, с чем вы слышали цифры? Я не слышал сегодня одной фамилии, кто здесь лучше работал, кто хуже работал. Так что, это не только получается. С чем мы сами теперь глаза втираем-то? Ну, позволю вас прервать и на этом прекратить такую серьезную критику. Бичевание. Я считаю, что позволю себе с вами не согласиться. Потому что, во всяком случае, как там в фильме говорили, у меня все хаты записаны. Я здесь записал, между прочим, и проблемы высказаны, и просьбы, и предложения. Не знаю, может, вы себе не записывали, поэтому не заметили. А по поводу награждений сейчас как раз к этому блоку переходим. Министерство лесного хозяйства. Есть несколько почетных грамот. И с вашего разрешения, с вашего позволения, я вручу их. Значит, награждается почетной грамотой Министерство лесного хозяйства Республики Тавстан, заведующий Музеем природы, отделом науки, эко-просвещение, рекреации, туризма, Национального парка Нижний Камы, за многолетний добросовестный труд, за производственные успехи и высокие достижения в области охраны природы, сохранения, биоразнообразия и экологического просвещения. Бекмансуров, Ренат Хадиярович. АПЛОДИСМЕНТЫ Также за многолетний и добросовестный труд за производственные успехи и высокие достижения в области охраны природы, сохранения биоразнообразия и экологического просвещения, почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Тавстан, награждается старший государственный инспектор по охране территории Национального парка, отдела охраны территории Национального парка Нижний Камы, Музафаров Алексей Михайлович. Также за многолетний благотворный и добросовестный труд почетной грамотой Министерства лесного хозяйства награждается Имамов Алексей Айратович, заместитель участкового государственного инспектора по охране территории Челнинского лесохозяйственного участка Национального парка Нижний Камы. Спасибо.